Так, сегодня День Матерей. Кто что приготовил? Я нарвала букет Иригерон Элациор. Маргариток! Ах, цветов! А, ну да. Лиза, твой глупый подарок проживет всего неделю, а мой простоит в шкафу сто лет. Детик вперед за подарком. Слава богу, День Матерей лишь раз в четыре года. О чем она мечтает? Куплю-ка я Марш вот такое новое окно. Пап, давай заглянем в супермаркет. О, вкуснейше. Мы устали строить пищевую пирамиду. Отпусти моих зеленых человечков. Куплю-ка. Моисей. Я привратник, привечаю покупателей. И примечаю потенциальных воров. Как будто я не могу воровать ртом. Тетя Петти, тетя Сэлма, помогите нам выбрать подарок для мамы. Подарите ей вот это. Ярмарка на кухне. Нам дали такую же засъемки в сериале. Не думал, что однажды скажу такое. Новые страшилки хоть куда. Сколько внимания! Я словно секретарша в день административного работника. Ярмарка на кухне? Спасибо, чудесно, гомерчик. Марш, не при детях. Что-то я давно не стригся. А что, если обмазать вату карамелью? Я оболью карамелью штаны и, наконец, смогу их съесть. Что это? Молодцы, дети. Лежите папина сахарное яичко. Шеф, этот тип нарушает. Его пассажир просто сахарная голова. Мне бы такого. Что? Ничего. Ты приволок сюда этот шар? Знакомься, моя старуха. Муравьи! Птицы! Кошки! Ландерсы! Лучше избавься от неё. И мы будем вместе навсегда. Пожалуй, ты права, Мардж. Или прав ты, сладкий шар. Прощай, старый друг. Я буду вспоминать о тебе при каждом инсульте. Меня прикончит медведь! А значит, нет смысла думать о вреде курения. Класс. Что случилось? Мардж, умоляю, только не сейчас. Но ты выглядишь словно дикий медведь. Медведь? Папа, ты спасся от медведя? Я сделал сегодня много чего. Например, выпил кофе. Но это почему-то не сняли. Эту комедию снял для нас местный охотник Гранд Коннор. Не обычным ружьём, а фоторужьём. Верно, Кент. Лучше уж иметь трусливого отца дома, чем героического на кладбище. Подавись своим великодушием. Какой чудесный остроумный розыгрыш. Мы же их едим. Медведи? Кругом медведи. Рыдаешь в углу? Можно я тоже? Добро пожаловать. Найди того самого медведя и задай ему по первое число. А может, как обычно, медленно изгадить среду его обитания, пока он не облысеет. А с человеком расправляется не хуже, чем еврейская мама с чувством собственного достоинства сына. В общем, думайте о способах защиты. И плохо. И ни цента не потратил на их дурацкую маску сварщика. Любуйтесь, дамочки, теперь я полностью медведя непроницаем. Ого, Мэр, у тебя зад наведу. Папа, зверю нельзя отомстить. В этом весь смысл Моби Дика. Лиза, смысл Моби Дика – будь самим собой. Марс будет в ярости, когда увидит, что ты пропал. Или погиб. Джентльмены, порой мужчина готов рискнуть браком в силу причин, непонятных даже ему. Лиза, кажется, твой отец исчез. И Барта тоже нет. Не нравится мне это. Проверим-ка его гардероб. Да чего жарко в этом наряде. Боюсь, скоро растаю. Так иди, искупайся в реке. Приемник перестал пищать полчаса назад. Я купаюсь в реке. Боже! Ленни, Карл! Спасибо вам за помощь в поисках мужа. Не хочу, чтобы мои последние слова ему были «подстриги ногти на ногах». Тебе что, больно? Ясно. Это метко. Хотя неплохо бы убедиться. И почему медвежье объятие пользуется такой славой? О нет. Охотник вышел на тропу войны. Вот он, его маячок. Что ж, больше эта штука не навредит никому. Медведь-убийца бродит по Сфринтеллскому лесу. Местный клоун Гомер Симпсон, вероятно, похищен им и замучен. Медведь избавился от передатчика. И, судя по всему, направился к так называемому заповеднику. А что с моим мужем? Теперь тебе туда. Заповедник. Есть свободные места. Нет, стой. Что-то тут не так. Я же еще думаю. Они ведь ищут медведя-самца. Осуждать легко, созидать трудно. Это медведь. Сцельтесь с дырой в дуршлаге. Поверить не могу, что эти персики надо собирать самим. Это такое отстой, что я начинаю мечтать о школе. Сколько куплетов в этой песне? У меня еще они кончались. Ну а третий персик, как святой, ни шагу не ступит без Бога. Марч, сколько нам за это заплатят? На самом деле мы сами платим за каждый персик. Что? Сначала я работаю, потом плачу, потом должен есть фрукты? Переходим к фазе два. Забыл, что значит фаза два, но думаю, мы просто выкинем персики, как договорились. Так точно. Мы вернемся, и персиков уже не будет. Что? Что? Что мы будем есть? Ну и черт с ними. Джентльмены, по-моему, у меня есть решение вашей проблемы. История паутины. Кто тебя послал? Марвин Мистик, асфальт-окультист. Городской ипотечник видит. Я все уладил с ними. А он никто меня не посылал. Я просто постучалась, и дверь открылась. Позволь представиться. Я... Великий Раймондо. Когда-то я был самым известным иллюзионистом в мире. Посмотри в него, и узнаешь, как умрешь. Дай. Летальное ожирение. Оно сделано для американского рода. Вы не хотели бы научить меня? Девочка-фокусник? Женщины служат для того, чтобы перепиливать их и кидать ножи. Ты уже это сделала? Ну, может, я и смогу научить девочку. Блэкстоун обучил обезьяну. Это не очень интересно. Джордж Вашингтон спускается по ушному каналу. Мое ухо делает деньги. Салон яхт? Я хочу заказать яхту. Это не может быть фокусницей. Это моя фишка. Это мне подарили набор для фокусов два года назад. Да ты его даже не открыл. Детские ножницы. Фу. Посмотрим, что ты там еще прячешь. Привет. Мы же не виделись раньше, правда? Правда, Крэк Дэмон. Ну, твой номер мне не нужен, деточка, потому что он вытатуирован на моей заднице. Иллюзии. Кролики в шляпы. Преста. Эл. Туда и шла урок на сегодня. Корми свой реквизит. Лиза, Лиза! Если хочешь по-настоящему колдовать, найди мне парня, чтобы религии не страдал. Ученики, учителя, второгодники, готовьтесь забыть все, что знаете о молочных бидонах. Вилли, вы готовы? По-моему, надо сказать. Та-да! Смогу ли я теперь доверять молочным бидонам? И никто не сможет догадаться, как ты это делаешь. Но есть один способ. Можно раскрутить девчонку на то, чтобы она тебе все рассказала. И, в общем, назвав меня новым им, он поведал мне секрет исчезновения из молочного бидона. И я это сделаю на следующем чемпионате фокусников. Уходи. Тебя вот красотка никогда не разводила? Только раз. Я доверял тебе. Ты думаешь, я красотка? Уходи. Лиза, не парься. Иуда предала Иисуса, но ему же заплатили. О, нет. Пойду воткну немного ума этом бластелину колец и вытягиватель кроликов. Эй, положи меня. У меня вся кожа будет в ромиках. Сэндвич из арахисового масла и крендельков. Тупой Фландес. Вроде меня не смог бы и помыслить об этом. Привет, детка. Мрачного фокусника никто не любит. Кроме, конечно, фокуса мрачнявого. Раймондес, ты простил меня? Не так быстро. Я, например, был диско-магом. Когда-нибудь пыталась натянуть костюм на птицу. Надеваешь ему штаны, он снимает пиджак и так далее. Фокусники близнил прицела налево, илезионисты направо, а экстрасенсы... Ну, вы и сами поймёте. Лу, мне нужно подкрепление. Хотел бы я помочь. Все парни собрались на мой молочный коктейль. Говорят, типа, он лучше, чем у тебя. Молоко. Я бы научила, но мне не досуг. Все парни собрались на мой лук. Ну чё, надеюсь, ты смотришь, братан Гудини. Я обманул твою проправночку. Все сходят с ума. Что-то не так. Фокус не работает. Папа, не умирай. Я вытащу его. Фокусники ненавидят, когда их спасают. А теперь, если не возражаешь, я пойду сделаю фокуснические дела. Мы подменили искусственный бидон на настоящий. Ну зачем? Затем, что когда он... Тихо. Ты говоришь, на сцене, я за сценой. Я спасу тебя, Лиза. Настоящая магия. Это вырастет детей при этой экономике. Я просто старик. Как я могу рассчитывать победить вас всех? Если только не этим. Моё прекрасное тело. Теперь без нормальной подсветки. Мой хвостик сажён. Тейлер, проклятие ведь выпало. По-моему, надо сказать. Та-дам! Чё такое? Привет, Харви. Мне, наверное, хватит. Хотя ещё немного не повредит. Та-дам! Та-дам! Та-дам!